Итак, наша сегодняшняя тема выглядит вот таким вот образом. Ну, официально на сайте название немножечко другое, немножко более сложное, но суть от этого принципиально не меняется. Вообще все это называлось, есть ли у вас задатки творца, тест такой вот. И стоит ли что-то с этим делать? Немножко другой нюанс смысла. Но я решил, что это слишком длинная и долгая формулировка. Я тут в принципе, честно скажу, очень долго формулировал, как это все так назвать, чтобы было понятно, о чем вообще пойдет речь. И мне хотелось дать некоторый импульс тем людям, которые живут, занимаются чем-нибудь, и вот думают и мучаются этим вопросом, дескать, достойен я, умею ли я. Или, а есть и люди другого сорта, прямо наоборот, которые точно знают, что они достойны. У меня были такие учащиеся, тут не стоит называть, но дело не в этом. Люди, которые говорят, странно, я такой удивительно талантливый человек, но почему-то это людям не нравится. В чем дело? Что за ненормальный работодатель, что за ненормальный, кстати, у меня окружающий. То есть, короче, проблемы существуют на самом деле. Я просто не сталкиваюсь постоянно на каждом занятии, в каждой группе. И вот далеко не надо ходить даже здесь уже в этом помещении, уже подобные тезисы прозвучали. Это действительно такая есть реальная проблема. Поэтому я хотел бы дать, ну как, я надеюсь, несколько, может быть, советов, может быть, каких-то таких рекомендаций. Приведу примеры того, на что можно ориентироваться, чтобы решать этот вопрос самостоятельно. Надо понимать, что за час, что мы здесь с вами проведем, конечно, мы задачи не решим принципиально. И я не думаю, что у вас этот час просто откроются глаза или, наоборот, закроются уже окончательно и не будут вас мучить. Но в любом случае я надеюсь, что у вас появится представление о том, в каком направлении, какого характера могут быть решения той или иной проблемы. И здесь вот надо начать нам с вами вот с какого очень важного понимания. С пониманием, что существует креативность вообще в таком широко универсальном смысле. Креативность, не связанная с умением, например, рисовать, не связанная с умением, не знаю, там, сочинять музыку. Креативность в чистом виде – это умение придумывать. Да, и вот это мы с вами должны прежде всего отчетливо понимать. Умение придумывать – это особенность абсолютно никак не связана, если говорить серьезно, с творческими специальностями. Смысл этой темы в том, чтобы попробовать решить серьезную проблему, которую мучат многих. Есть ли творческие способности или нет? Достаточно для того, чтобы заниматься профессионально чем-то креативным? Или недостаточно? Стоит ли менять, так сказать, направление деятельности? Стоит ли вкладываться в дальнейшее обучение? Или оставить это таким приятным, милым хобби? Или просто перестать вообще об этом беспокоиться, так сказать, доставлять радость себе и окружающим? Так что вот такая у нас с вами задача. И я вот хотел бы разобраться, помочь вам разобраться с этими вопросами, чтобы они, может быть, хотя бы отчасти снизили свою остроту и перестали вас мучить. Так вот, возвращаясь к тому, с чего я начал, о чем я уже успел сказать, о том, что креативность – это свойство, которое может быть реализовано абсолютно в любой специальности. Есть специальная такая, даже такой род деятельности, может быть, вы слышали, которая называется, например, есть такая специальность, называется копирайтер. Копирайтер – это человек, который просто придумывает. Он не умеет рисовать. Я видел, как рисуют копирайтеры чудовищно. Они ничего не умеют, они просто придумывают. Это люди, которые генерируют идеи. Вот они занимаются в компании именно этим. Причем в это понятие вкладывают иногда разные понятия. Бывают копирайтеры, которые там тексты придумывают, слоганы, то есть что-то такое авторское, оригинальное. Есть копирайтеры, которые придумывают креативные идеи рекламы вообще в широком смысле. То есть это, в общем, придумщик такой, профессиональный придумщик. Мне еще, честно говоря, не нравится слово, которое сейчас довольно активно стало использоваться, но которое фактически обозначает, в общем, то же самое в области придумывания сюжетов. Есть такое понятие storytelling. Понятно, что это некоторые профессиональные термины. Есть даже появились такие специальные люди, которые называются storytellеры. Но это имеется в виду, что это такие профессиональные придумщики истории. Это вот в рекламных кампаниях, знаете, там всякие красивые легенды, которые придумывают про то, как однажды князь Владимир Ясносолнышко вышел на берег реки, а тут как раз, значит, бочонок с пивом. Оно выпило с тех пор, оно стало вызываться янтарным. Вот это все придумывают плохие storytellеры, а есть хорошие storytellеры, которые придумывают хорошие истории. И в этом смысле, да, это тоже абсолютно такая совершенно креативная работа. То есть первый тезис заключен в том, что креативность – это универсальное свойство, не связанное с графикой. Есть умение рисовать или умение работать с изображением вообще. И в этом смысле мы должны с вами ввести еще один важный такой тезис о гнозисе. Есть такое понятие, как гнозис – умение распознавать образы. А раз умение распознавать образы, то умение оперировать этими образами. Большинство людей плохо воспринимают классическую музыку. Давайте смотреть правду в глаза. Любого среднего, среднестатистического человека отправишь на концерт Рахманинова или там какого-нибудь, да, там, кого-нибудь. И, ну, через час он начнет, ну, если не похрапывать, то он как бы начнет расфокусироваться. Потому что наш звук в среднем, да, плохо тренирован на восприятии определенного типа звуков, вот этой классической музыки. Ее надо понимать как определенную речь. Соответственно, есть люди, которые визуальные образы точно так же умеют воспринимать, есть люди, которые не умеют воспринимать. Реклама – это продукт, который направлен, например, на среднего человека, да, вот он как бы максимально к нему адаптирован. И в этом смысле, когда человек, и вот здесь, может быть, уже начинается первое разочарование, ну, я заранее извиняюсь, если я кого-то расстрою, но если человек говорит, что, ох, я тут такую рекламу классную бы придумал бы, вот здесь бы вот я бы прям вот уже сочинил и готов продать классный сюжет для рекламы, простите, друзья, но это абсолютно не креативный подход, потому что, еще раз повторю, реклама – это самый примитивный, так сказать, буквальный язык визуальный, да, который только может существовать. Поэтому придумать какую-то новую историю, да, на этом примитивном языке, и гордиться этим, это же гордиться тем, что вы там из пяти букв составили какое-нибудь слово, которое вы раньше не слышали, которое, в общем, довольно очевидно для многих других. То есть ничего оригинального, креативного в этом смысле нет. И вот здесь вот, собственно, возникает вопрос о том, что такое креативность и как ее измерить, да, и действительно, вопрос этот мучает не только нас с вами, у меня он, правда, уже так перестал мучить, но помучивает иногда в некоторых областях. Вот, так вот, этот вопрос, который людей занимает очень давно, с тех пор, как было вообще открыто понятие психологии, понятие подсознательного, да, и, соответственно, существовало довольно большое количество исследований на эту тему. Я хочу вас познакомить с некоторыми из них, и также на их основе дать вам некоторое представление о том, что с этим, значит, можно делать в дальнейшем. Значит, ну, собственно, вот это уже, это вся водная история, теперь мы с вами можем уже продолжать наш разговор. Ну, это вот, значит, ну, это я, вот, меня действительно так зовут, вот даже, видите, портрет тут мой есть, это все есть. Я внизу не стал перечислять лауреат чего и победитель чего, потому что, честно говоря, неохота это вспоминать, это и в данном случае не принципиально. Но что-то я лауреат или что-то там я побеждал. Итак, давайте говорить с вами о классических тестах. Действительно, есть достаточно разработанная в свое время история о том, что, как определить креативность. И есть три принципиальных подхода, три теста, которые давно были разработаны. И на основании этих тестов в настоящее время уже существует довольно большое количество разных вариантов, да, того, как, собственно, их следует интерпретировать, и вообще, как развивать свою креативность. Значит, первый тест называется «Тест креативности Торренса». Он является действительно одним из самых таких фундаментальных исследований, самых интересных, ссылок на него очень много. Он состоит из нескольких подтестов, нескольких заданий, связанных с графикой, с рисованием, хочу обратить внимание. То есть, если вас интересует понимание вас, так сказать, себя, как человека креативного в области именно графического искусства, то я вам рекомендую материал по нему пройти. Я вам сейчас чуть подробнее о нем расскажу, будет понятнее, о чем идет речь. Так что это вот такой неплохой, достаточно подробный тест, но он требует профессиональной расшифровки. Вот в чем сложность, и в этом смысле самостоятельно использовать его довольно тяжело. Есть еще один тест на мышление и креативность Бруннера. Действительно, был такой замечательный психолог, который разработал такой тест, и я его рекомендую для того, чтобы сориентироваться в типе вашего мышления. Это же тоже такая проблема для многих очень интересная и актуальная. То есть, понимание того, как устроено ваше мышление, как устроен ваш склад, понимание окружающего мира, окружающей действительности. Кому-то легко дается логика, кому-то легко даются образы, восприятие. Все мы с вами любим такие фразы. Ой, я с детства, у меня классно получалось. И вот, собственно, на этих ощущениях часто складываются вот эти неточности в самооценке, в самопонимании, потому что думаешь, ну, у меня же в детстве классно вот это получалось. Почему же сейчас-то? Почему я сейчас работаю экономистом, вместо того, чтобы, значит, порхать, как бабочка, хотя ведь выложить. Вот, это многих смущает, и поэтому вот этот вот тест на мышление, на тип мышления Бруннера можно в этом смысле рекомендовать. Я вас сегодня познакомлю с теми вопросами, которые есть в этом тесте, которые связаны именно с креативностью. Вот, там всего 75 вопросов, но мы с вами некоторые только из них рассмотрим. Значит, и есть еще один замечательный тест, профессиональный тоже тест, тест Гилфорда называется. Значит, тест Гилфорда, и вот здесь в скобочках написано модифицированный, с ним есть одна тонкость. Тонкость заключена в том, что вообще он, конечно, англоязычный, исходно и модифицированный в том смысле, что его переводили на русский язык, и нет гарантии, что его перевели точно. То есть он, ну, им пользуется. Причем он пользуется для оценки часто детей школьного возраста. Что, начиная там с 5 лет, есть несколько версий специальных модификаций этого теста, да, для маленьких детей, для подростков и для взрослых людей. Но, собственно, к чему я вам вот это все показываю, все эти вещи, и к чему я хотел бы, чтобы вы это запомнили и обратили внимание. Дело в том, что все практически креативные методики, да, связанные с развитием креативности, они опираются на модификации этих трех тестов. То есть все, что дальше придумывается, это придумывается, исходя из вот этих трех вещей. И сейчас я вам чуть подробнее о них расскажу, что они себя представляют. Еще раз повторю, я не думаю, что мы с вами сейчас сразу получим ответы на все вопросы, да, но я хотел просто показать вам те задачи, те, так сказать, собственно, вопросы, да, которые можно попытаться для себя найти ответы, и, глядишь, вам что-нибудь про себя станет чуть яснее. Итак, пару слов про тест креативности Торренса, да, в чем его специфика. Я не буду вам его подробно рассказывать для того, чтобы вы потом, когда его найдете, могли солдострастно, значит, им заняться, на него поотвечать, потом проанализировать результаты там, да, и все это сделать. Но чтобы вы просто понимали, о чем идет речь. Значит, первый подтест в этом тесте – это картинка на основе овала. Опять же, повторю, не буду рассказывать подробности, но смысл в том, что нужно нарисовать некоторую картинку, дать ей некоторое название, да, и тогда у вас будет замечательный некоторый результат, да, по которому там по определенным критериям можно будет кое-что о вас понять. Вторая задача, второй подтест этого теста – это завершить фигуры. Да, завершить фигуры, имеется в виду, что у вас на листе есть некоторая закорючка, или некоторый набор закорючек, и его нужно действительно дорисовать. Я вам чуть позже покажу одну из этих картинок в качестве примера. Мы с вами как раз и посмотрим, насколько мы с вами креативны, что у нас в голове по этому поводу происходит. Это будет первая картинка, которую я вам покажу. Значит, тест номер три, который попадает в этот тест креативности торнца – это параллельный пар линий. Очень простая идея. Берется 30 пар параллельных, просто двух палочек, которые рядышком друг к другу расположены, и задача за определенное время – придумать, что бы это значило, да, то есть придумать максимальное количество вариантов. То есть, собственно, придумывание, как я уже сказал, да, это главный критерий креативности. И в этом смысле это такой нехудожественный, да, абсолютно профессиональный критерий. И вот обратите, пожалуйста, внимание, друзья, когда вы пытаетесь себя оценивать, да, креативно ли вы, обратите внимание, что существует довольно большое количество параметров, критериев, по которым можно себя оценивать, да. Вот это вот те критерии, которые были в свое время сформулированы самим торнцем, и они из себя представляют, как считаются, да, фундаментальные законы для того, чтобы считать себя креативным человеком. Беглость. Беглость – это понятно, что такое, да, чтобы быстро оно придумывалось, чтобы не мучительно, не через сутки, да, твое-трое осеняет. Это не профессионально, это не креативно в прямом смысле. Это, знаете, вот эти вот спонтанные такие сполохи, они, в общем, любому человеку свойственны. Профессиональная креативность, она очень беглая, она легкая, она быстрая, она моментальная. Оригинальность, ну, тут, собственно, я думаю, ненужные комментарии, да. Оригинальные образы, не банальные, не расхожие, не типичные, да, которые удивляют, да, с вами, так сказать, вещами. Абстрактность названия, ну, это имеется в виду название вот к первому тесту, да, где картинке надо давать определенные названия. Считается, чем человек мыслит глобальной, абстрактной, да, тем это лучше, потому что он видит задачу целиком, да, вот это умение схватывать задачу целиком, это, безусловно, креативность, да. Я вам рассказываю, а вы, соответственно, сейчас можете уже думать, так, как я обычно решаю задачи-то, прям вспоминать, как это делается, да. Значит, сопротивление-замыкание – это понятие, которое связано с умением генерировать работу непрерывно. Вот не случайно, вот эти вот тест номер три, параллельные пары линий, да, про которые я вам здесь написал и рассказал, имеется в виду вот какая история. Если вы к тридцатой паре линий так же легко придумываете, как и к первой, тогда это креативность, да. Если вы, ну, грубо говоря, быстро выдыхаетесь, то это уже понятно, что это не то, чтобы креативность, да. То есть если вы там на третьем, на пятом, на седьмом уже начинаете так вот мучительно, да, вот так глядя в одну точку, думать, так, ну что бы это еще значило. Еще раз, чтобы было понятно, я не говорю, что это не креативность, так сказать, и это не диагноз, да, но речь идет тогда, должна идти о том, что это то, что надо развивать. У человека, который занимается профессиональной креативностью, да, вот такие вещи должны получаться просто на раз. Тридцать пар параллельных линий, да, для них просто, ну, реально, ну, не за минуту, да, ну, там, если за три минуты нужно просто придумать кучу, просто нагенерировать, набросать кучу вот этих разных вещей. Я, то, что вот я сейчас вам рассказываю, это такие вещи, проверенные, проверьте на практике, и в полиграфическом институте, где я преподавал, и на тех курсах, где я преподаю, вот эти задачи решаются регулярно, постоянно, такого типа, да, и это является, на мой взгляд, очень мощным таким инструментом для развития себя. Теперь, значит, тест Бруннера, и сейчас мы с вами прямо-таки попробуем его решить, у вас есть прекрасная возможность кратенько ответить на некоторые из этих вопросов, чтобы определить, что там у нас с креативностью. Я буду их показывать быстро. Ваша задача на, прямо на бумажке перед собой, или прямо на пальцах считать, нужно просто подсчитать количество ответов, да, тут все очень просто. Если вы сможете запомнить, так вы и молодец. Это тест, не связанный, напомню, с рисованием, а это креативность в прямом смысле слова. Вообще, в оригинальном тесте там 75 вопросов. Значит, я напомню, что он, этот тест позволяет выявить тип мышления. Согласитесь, интересно узнать, какой у вас тип мышления. Предметное, символическое, там, знаковое или образное, да, то есть вы, грубо говоря, математик в душе, или поэт, или ученый, да, или кто. Это вот все можно выяснить. И что самое для нас приятное, это тест, который позволяет, собственно, выявить эту самую креативность. Для того, чтобы выявить эту креативность, нужно ответить на 15 вопросов. И мы с вами, сейчас я просто буду зачитывать, и, пожалуйста, прямо вот в том темпе, в котором я зачитываю, давайте ответы, да, я их просто быстренько достаточно зачитаю. Просто ставьте себе за каждый положительный ответ, да, когда вы говорите «да», да, вы ставите себе плюсик. Вот так будет потом почитать количество этих плюсиков, да. И следите, пожалуйста, внимательно за самими формулировками, потому что они достаточно хитроумные, да. Вопрос первый. Я не предпочел бы работу, в которой все четко определено. Вопрос второй. Я люблю и понимаю абстрактную живопись. Вопрос третий. Мне не нравится регламентированная работа. Вопрос четвертый. Не люблю посещать музеи, так как все они одинаковые. Обратите внимание, что вопрос надо принимать целиком. Если отчасти, так сказать, вам не нравится, да, то тогда нет. Следующий вопрос. Следующая страничка. Я люблю фантазировать. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Один и тот же спектакль или фильм можно смотреть много раз, потому что главное – это игра актеров, а новая интерпретация. Да? Следующий вопрос. Я предпочел или предпочла бы быть закройщиком, а не партным. Разница, я думаю, понятна между этими двумя людьми. Я имею в виду профессиональные. Следующий вопрос. Мне больше нравится процесс деятельности, чем ее конечный результат. Следующий вопрос. Даже в отлаженном деле я пытаюсь творчески изменить что-то. Следующий вопрос. Я иногда сомневаюсь даже в том, что для других очевидно. Следующий вопрос. Абстрактные картины дают большую пищу для размышлений. Следующий вопрос. Я не хотел бы подчинять свою жизнь определенной системе. Следующий вопрос. Мне нравится работа дизайнера. Ну, в данном случае не обязательно именно дизайнера, но так уж сформулировалось. Следующий вопрос. Не люблю ходить одним и тем же путем. Следующий вопрос. А, ну, собственно, и все. Уже можно подсчитывать. Значит, подсчет очень простой. Чем больше плюсиков, сколько у кого получилось примерно, считается, что ответы на этот вопрос имеет смысл давать только в соответствии с каким-то своим пониманием. Никого обманывать, тут нет необходимости. Так вот, соответственно, чем больше плюсов, тем, соответственно, вы креативны. Все очень просто. Считается, что меньше там 4-5 плюсиков, ну, скажем так, баллов, да, это полное отсутствие креативности до там 8-9. Это, ну, такой средний уровень, который не позволяет полноценно работать в области креатива. Все, что больше 8-9, это человек, вполне имеющий большой потенциал для креативной творческой, самостоятельной творческой работы. Ну, вот, такой вот незатейливый тест. И теперь вопросы для вас. То есть, если вам будет просто интересно, да, можете себя позадачивать вот каким-то, например, вопросами из теста Гилфорда, очень интересные вопросики. Мне кажется, что даже просто размышления на эти темы, да, они очень полезны для понимания, насколько вы креативны. В Гилфорде есть такие вопросы, например, перечислить как можно больше необычных способов использования предмета. Это профессиональный тест. Вот это уже дается в школах дизайна. Это дается такого рода тесты на режиссерских факультетах. Это даже не тесты, а, знаете, такие упражнения. Генерируют, садятся в кружок, и по очереди каждый начинает подобного рода генерировать идеи. Кто больше нагенерирует, тот молодец. Просто еще раз повторю, я не то чтобы вот вас хочу проверить, да, просто попробуйте себе ответить на вопрос, сколько такого рода можно придумать задания. Например, там чемодан, да, вот сколько примерно тем можно для себя придумать, как его можно нестандартно использовать. Я вам могу сказать, что, ну, во-первых, тема с чемоданом, она не случайна, она довольно часто используется, вот с подобного рода задачей. Хотя понятно, что можно брать любой абсолютно предмет, да, и с ним придумать то же самое. Там ручка, да, шарик. Считается, что хорошим результатом является, ну, там, 10, 15, 20 вариантов. Ну, это действительно реально очень хороший результат. И в чем, собственно, прежде, в том, что если начать даже с небольшого их количества, да, то постепенно вот эта вот вариативность, она удивительным образом, она начинает разрабатываться. То есть если, вот поверьте, в течение недели каждый день задавать себе этот вопрос, то удивительным образом через неделю вы почувствуете, что у вас просто легче начинает работать мозг вот в плане создания вот этого генерирования новых идей, да. Вторая тема тоже очень любопытная, которая тоже относится к разряду подобного рода экспериментов. Перечислить различные последствия некоторой гипотетической ситуации. Например, все птицы и животные начали говорить, да, что, к чему это приведет. Просто спокойно садитесь и начинаете выписывать, да, что из-за этого произойдет то-то, да, из-за этого произойдет то-то, да, это станет него и так далее, да. Аналогичная задача. Это просто упражнение на развитие креативности того, что от него может придумать. Еще один вариант из этого теста Гилфорда, третьего упражнения. Напомню, что тест Гилфорда – это вот тот тест, который используется для подростков, для школьников, для развития их творческого потенциала, да, для определения и для развития. Или, например, вот прекрасная совершенно задача, она не связана уже с дизайном, но она связана именно с креативностью. Придумать предложение, состоящее из четырех слов, ну, например, понятно, что можно из пяти, из шести, каждый из которых начинается с указанной буквы. То есть берете букву там АПСМ, ну, например, да, придумываете предложение, где четыре, да, слова, каждый из которых будет начинаться на такую букву, да. Это прекрасная работа, которой развлекаются литераторы, ну, юные литераторы. Ну, это такая, понимаете, игра больше слова, да. Берут кубик или там берут листочек бумажки, на нем случайным образом вытаскивают там четыре, пять, шесть разных, да, вот этих вот буквок. И все по очереди пытаются придумать фразы, да, которые начинаются именно на эти буковки подряд. Или еще один вариант, да, который, мне кажется, тоже очень любопытный, заключен вот в чем. Привести как можно больше определений для общего потребительных слов. Ну, то есть мороженое, да, это тоже больше словесное такое, да, упражнение, мороженое, оно какое там, сладкое, вкусное, холодное, противное, да, там, мерзкое, любимое. Ну, да, вот просто вот эти вот прилагательные. Если мы говорим с вами о графической составляющей, да, графическом дизайне, который лично мне, естественно, ближе, и креативной составляющей в этой области, то мы можем с вами воспользоваться еще одним хорошим советом. Нарисовать заданный объект и пользуясь определенным набором фигур. То есть кружочки, квадратики и треугольники, да, и начинаете рисовать. Нарисовать человечка, нарисовать домик, нарисовать собачку, нарисовать свинку и все тех же элементов, да. То есть понимаете, в чем, вот почему я вам привожу эти примеры и в чем, собственно, идея, фишка креативности, да, в том, чтобы из обычного, из привычного, из знакомого делать что-то новое. Вот эта вот генерация, умение генерировать новое, это является очень важным, да, фактором. Я бы вам даже так сказал, что если вы до сих пор меня еще слушаете, если то, что я сейчас предлагаю, не кажется совершенно сумасшедшими какими-то невероятными вещами, вы уже по определению, в общем, креативны, да, потому что сама вот эта вот проблематика, о которой мы с вами говорим, это в принципе уже, если она вам близка, да, это в принципе уже довольно креативная, так сказать, тема. Так что могу вам, за вас порадоваться. Композиция. Анна, вы имеете в виду композиция создания из геометрических фигур каких-то рисунков? Ну, конечно, композиция, а разве композиция не может являться креативностью, да, то есть она, разве не может проявляться креативностью. При ограниченном количестве этих фигур, да, попробовать сгенерировать из них различные конструкции, безусловно, это комбинаторное мышление, да, комбинаторика, это же элемент креативного мышления, безусловно, собственно, о чем мы сейчас с вами говорим, о том, что все, да, там, или слова, или картинки, или композиции, или вообще наше представление в голове, они должны буквально создавать определенные композиции, да, которые будут необычные, оригинальные, и соответствовать некоторой задаче, да, которая перед нами стоит. Вот, еще одну хочу показать вам задачу, обратить на нее особенное внимание, которое формулируется в тесте таким образом, превратить в различные изображения одинаковые фигуры, например, круги. И вот это вот упражнение, надо вам сказать, одно из самых, считается, креативных, самых продуктивных, которые развивают творческое мышление, графическое творческое мышление. Мы сейчас с вами, я вам покажу эти картинки, да, и мы с вами о них сможем поговорить. Вот на курсе по дизайну рекламы мы развлекаемся тем, что делаем подобного рода упражненицы, и всем это очень весело, и там масса интересных закономерностей наблюдается. И еще одну вещь, которую мы с вами тоже все делаем, ну, не все, может быть, но кто-то делал наверняка, и которая, вы удивитесь, является тоже элементом профессионального теста. Звучит в тесте Гилфорда это так. Найти фигуры, которые скрыты в сложном, мало структурированном изображении. Это то, что мы с вами делаем, когда лежим на поле и смотрим в облака. Давайте так, я бы так сформулировал, может быть, слишком радикально, но тем не менее. Если вы когда-нибудь лежали в поле, смотрели в облака, и вам было интересно угадывать, что там происходит, это уже, в общем, говорит о некотором креативном потенциале. Потому что если вы смотрите и ничего там не видите, ну, облака, облака. Ну, то есть если вы, скажем так, к такому выводу всегда приходили, значит, простите, мы не очень креативны. Если вы там начинали видеть разных зверушек, мышек, лиц, мордочки, мой бог знает, что на свете еще там можно увидеть, то это значит, это очень хорошо. Попробуйте сделать простую вещь, которую тоже мы делаем. Вот на курсах по скетчингу, по наброску. Берем краску, берем бумагу, так наляпываешь туда, да, получается, кляксы такие, потом еще этот лист вот так, бумаги друг-друг так, оп, прижимаешь, отрепляешь и смотришь, думаешь, ну, и что там такое? И вы знаете, это на самом деле захватывающая вещь. Не каждый раз там все все видят, и это точно такая же задача, понимаете? Умение различать, вот опять же, да, вот находить вот эти вот гнозис, вспомните, что я говорил, да, умение анализировать и распознавать образы. Вот умение распознавать – это тренируемая функция, которая является очень важной для любой креативной, творческой работы. Она, как вот, собственно, можно судить, да, взята из, то есть не взята из теста Гилфорд, да, а Гилфорд воспользовался вот этой вот нормальной такой человеческой практикой, да, нормальным человеческим умением и желанием видеть все эти вещи. Вот те факторы, которые в этом тесте надо иметь в виду. Вот сейчас, пока вы, пока я вам все это рассказывал, да, и вы наверняка задавались вопросами, да, вот, как это все можно решить, вот обратите внимание вот на эти четыре фактора, которые вы сами всегда можете спросить. Насколько легко вам это удавалось сейчас, да, пока вы это говорили? Насколько легко генерировались новые идеи, да, то есть насколько из одной идеи вырастала другая, насколько легко одно перетекало в другое? Насколько вот вы сами оцениваете оригинальность этих идей, да, насколько это вот как бы распространенные, вот то, что лежат на поверхности какие-то образы, да, и насколько они точно соответствовали задаче или приходилось, знаете, так вот, ну, в душе зал же это все притаскивать. Вот это вот те факторы, которые оцениваются в этом тесте как очень важные. Не могу не упомянуть об одном очень, может быть, смешном, но очень важном обстоятельстве. Вот эта вот идея оригинальности, она хороша для художника, но она не очень хороша для дизайнера. Дело в том, что дизайнер рекламный, я про это уже упомянул, да, но это мы с вами должны понимать, это человек, который оперирует тем сознанием, которое рассеяно в толпе. И в идеале, в общем, хороший дизайнер, он должен мыслить так же, как мыслит самый-самый средний обыватель. Понимаете, то есть он должен уметь генерировать образы не оригинальные, а такие, чтобы он все понимали. То есть он должен мыслить на уровне, там, солнышко, там, улыбка. Почему, да, огромное количество рекламы, там везде вот эти люди в белых халатах, улыбающиеся девицы, да, которые так на ладошке что-нибудь делают. Потому что имеется в виду, что это все на уровне, вот чтобы всем было понятно, да. И вот рекламный дизайн в этом смысле немножечко отличается от креативного дизайна в таком, в самом широком смысле. Так вот, собственно, да, вот руководствуясь вот этими вот тестами, да, вы их можете всегда пройти, напомню, я вам просто показал, так сказать, направление, куда искать, вы можете определить вашу стартовую позицию на сегодняшний момент, да, насколько вы креативны. И теперь, собственно, ответ на простой вопрос, как это все дело развить. Если вы решаете это все дело развить, если вы решаете, что у вас этот потенциал есть, и он вам, главное, нравится, и вы хотите развивать, то развивать это надо следующим образом. Во-первых, развивать надо все с помощью игр, да, в игровой форме. Вот, собственно, то, что я вам сейчас предлагал, то, о чем вы с вами говорили, это все игры, на самом деле, да. Это игры, вот эти вот придумай, нарисуй, там, составь, да, сколько будет, если, или там, что будет, если сделать тот и тот, вот эти все смешные, нелепые вопросы, да, это, безусловно, очень мощный инструмент, да. Значит, ага, да, конечно, конечно. Второе направление, да, это то, что я назвал темы и рассуждения. Я вам сейчас приведу пример нескольких тем, да, на которые любят, так сказать, порассуждать, и вокруг которых можно пообщаться в среде, например, профессиональных тех же художников, или сценаристов, или режиссеров. Я вам сейчас покажу просто картинки, вот картинки 4 и 5, да. Третье направление – это профессиональные тренинги креативности. Есть такое понятие, есть такое направление. Посмотрите, в Яндексе этих тестов огромных, да, извините, тренингов огромное количество по разным специальностям, да, направленные они на креативность для дизайнеров, креативность связанная с копирайтерской работой и так далее, и режиссерской, естественно. То есть очень много специализированных там семинаров, тренингов, конкурсов и так далее, и так далее, по отдельным направлениям, которые вам близко. Четвертое направление, на которое я обращал ваше внимание, и еще раз хочу подчеркнуть, что это очень продуктивная вещь, это интерпретация тестов в задании. То есть то, что я сейчас делал с вами, да, это, собственно, оно и было. То есть я вам приводил эти тесты, да, и объяснял, как их можно для себя использовать, не как тесты, да, потому что, ну, в конце концов, наша задача, давайте смотреть, правда, не то, чтобы себя как-то заклинить каким-то позором, да, или поставить на себе точку, а просто, чтобы понять, что с этим делать, да. И вот в этом смысле, поверьте, что если вы эти тесты будете использовать просто каждую, там, не знаю, хоть раз в неделю, да, устраивая себе такой вечер ответов на вопросы, вы, я уверен, здорово очень сможете развиться. И давайте попробуем сформулировать теперь на основании всего сказанного некоторое понимание того, что такое профессиональная креативность в таком широком, в самом смысле. Она действительно обладает некоторым набором черт, про которые я уже сейчас упоминал, и которые я просто еще раз хотел бы вам сказать, перечислить, да. Во-первых, это стабильность, стабильность результата. Вас просят, да, к вам обращаются как креативщик, придумайте нам что-то, пожалуйста, вы говорите, сейчас, пять минут, сели, ушли в нирвану, раз, выдали результат. Это профессионально. Если вы неделями не можете себя заставить, да, если вы говорите, у меня нет вдохновения, это круто, конечно, сразу все понимают, что вы настоящий художник, но это не креативно. Это как бы творческий подход, да, но настоящая креативность, она должна быть продуктивной, да, и в этом смысле это очень такая, очень важная вещь. Так что стабильность результата – это важная профессиональная черта. Пока вы не научитесь давать стабильный результат, это все малоэффективно. Я когда был юным дизайнером, я тоже тешил себя мыслью, мне было приятно думать, что я такой творец, и что, значит, я вот сейчас уйду на неделю, значит, буду в неделю бездельничать, да, там, поеду с друзьями, там, а потом приду и в последнюю ночь все сделаю. Конечно, я в последнюю ночь все сделал, естественно, да, со страшным напряжением сил, но это не профессионально. Это абсолютно, знаете, такая черта, ну, как бы, в общем, любительская, если честно. Вот, поэтому я много сил положил на то, чтобы от этого специально избавиться. Вы знаете, от этого легко избавиться, на самом деле, потому что это как и с курением, как и со многими подобными родами вещами, это просто дурная привычка. Это отсутствие умения регулярно, да, делать то, что нужно. И ключ к пониманию, это я, может, немножко отвлекаюсь, но это, мне кажется, очень тоже важная такая вещь. Ключ к тому, чтобы заставить себя создавать регулярный креативный продукт, это сгенерировать те условия, в которых он, собственно, создается, да. То есть не надо ждать последнего дня, а нужно сесть, надо сосредоточиться, если нужно отвлечься, одел наушники, включил музыку, положил перед собой из бумаги, да, что там, не знаю, прочитал мантры какие-нибудь, ну, все, что нужно, сделал и начал генерировать, вот просто начал, все, однозначно. Понимаете, вот это очень, мне кажется, важный такой профессиональный результат, который потом, он будет срабатывать как рефлекс, поверьте, это очень классная вещь, потому что спустя какое-то время вам будут диктовать вопрос, и у вас процесс будет, знаете, ураганным образом, прям моментально выдавать результат. Так что стабильность и вот второй параметр, оперативность, это два очень важных черта, черты хорошего профессионального креативного подхода. Третий подход, очень тоже важный, это, ну, как это может быть, мне кажется странным, адекватность задачи, то есть о чем вас просили, то вы и выдали, да, и в этом смысле говорить, что, ну, я так художник, я так вижу, да, я так понимаю, что мне плевать на ваши задачи, да, это тоже непрофессионально. У меня был, ну, собственно, есть очень хороший приятель, друг, который отказывался вписываться в рамки. Ну, в том смысле, что ему дают задачу, он фотограф и занимался видеосъемкой, ему дают задачу, и он говорит, что, то есть от него ждут одного, он через там три часа там все отснял, и он говорит, простите, но мы не это вас просили снять. Он говорит, ну, я не могу вот себя обогнать, что эти узкие рамки, давайте мыслить шире. Это тоже непрофессионально, да, потому что, ну, если ты профессионал, значит, ты делаешь то, что тебе заказали, ну, грубо говоря, за что тебе деньги платят, если уж так говорить совсем буквально, да. Вот, так что адекватность задачи – это тоже, безусловно, профессиональная черта. Четвертая задача, то есть четвертая характеристика – это опора на знание. Профессионал, он знает, почему он так поступает, а не иначе. Я вот сейчас же вам не говорю, что мне кажется, и вот, знаете, я долго уже о жизни думал, вот прожил 50 с лишним лет, я вот теперь чувствую, что креативность – это то-то и то-то. Я это знаю, я вам сейчас это говорил, как бы на основе некоторых фактов, да, и в этом смысле, когда вы придумываете что-то, да, это тоже должно быть основано на некотором понимании, да. Вот очень важная вещь, опять же, на курсе по дизайну рекламы и по основам дизайна, я это рассказываю, ну, больше по дизайну рекламы. Заказчик, когда вас спрашивает, говорит, а почему вы так сделали, да, ему не надо говорить, что, ну, я так чувствую, это вот по наитию пришло, не знаю, как многие иногда этим правируют, говорит, я не знаю, я вообще, он просто у меня хоп, среди ночи проснулся. Профессионал, он должен объяснить, он говорит, что он должен объяснить, что это вот означает это, это важно вот поэтому, да, я вот этим хотел сказать вот это, он должен потом генерировать, то он может просто на своих импульсах, да, но потом объяснить, почему это так, а не иначе, профессионал обязан, да, на ту ноль, опять же, профессионал. И что очень важно, это, конечно, учет трендов. Ну, понятно, что в каждой области есть свои профессиональные особенности, профессиональные тренды, которые нужно учитывать. Вот, это что такое профессиональная креативность? Что такое непрофессиональная креативность? Это, собственно, по принципу от противного, что называется, от противоположного. Непрофессиональная креативность – это непредсказуемость. То есть, ну, как возникло, так возникло. То есть, полагаться на такого, скажем, креативщика-любителя невозможно, потому что Бог его знает, когда это случится или не случится. Во-вторых, все это, в принципе, довольно очень долго происходит. То есть, сам процесс креативности долгий – это неправильно, так не должно быть. Человек начал думать над чем-то, и он там неделю размышляет. В принципе, это неправильно. Одна из самых печальных ошибок, друзья мои, и вот здесь вот я хотел бы, чтобы тоже меня вы правильно поняли. Есть такое чудовищное, на мой взгляд, понятие, которое называется вычурность. Вычурность – это подмена креативности. Когда я был юный, ну, в школе мы учились, прям совсем юный, я скажу так, мне было там лет 10, наверное, 11-12, я уже кое-что знал про художников, про сюрреалистов. У меня был приятель, который, ну, он совсем не был художником. Он говорил, ну, а что вы, что эти твои художники-сюрреалисты, что они такого сделают-то объясни мне? Я говорю, ну, вот ты понимаешь, там вот смысл, там вот они вот как бы, да, вот некое мироздание. Ну, как-то, я не помню, какими словами пытался написать. Он говорит, ну, ладно, ерунда какая, я сейчас тоже сюрреалистическую картину нарисую. И он, значит, брал бумажки и рисовал, значит, я не знаю, там голову собаки, рядом цветок, наверху цифра 15, рядом от нее нарисовано, да, там колесо обозрения, внутри которого вставлено ухо, поперек него иголочка с ниточкой, ниточкой сделанной из маленьких, и так далее. Ну, это, понятно, бесконечно нужно планировать, да. Вот картина. И ему казалось, что вот чем страннее, чем чуднее, да, видите, так называются вещи своими именами, да, чем чуднее эти сочетания, тем оно как бы креативнее. Это не креативность, это подмена понятий, да. И в этом смысле, когда по улице идет девушка, хотя и молодые люди сейчас тоже такие стали ходить, на которых, ну, явно вот что-то такое, такое протестное, знаете, давайте опять же тоже это понимать. Идет человек, он весь протестный, у него половина голова выбритая, половина зеленая, вторая, значит, ну, там, в ноздре, ну, в ушах, другая. Я не против эпатажа, я не против экстремизма, да, но в этом должен быть стиль, в этом должен быть смысл, да. Если это как бы демонстрация ради демонстрации, то это ничто, да. И в этом же смысле, а, да, вы правы, конечно, даже не картина, давайте называть тоже, опять же, мы все выводим сегодня на чистую воду, да, это даже не картина, это инсталляция, да, или там арт-объекты. Помните эту смешную историю про то, как печенье сгребли и выбросили, да, это совершенно замечательная история. Ну, в каком-то арт-музее, значит, уборщица смотрит, ну, в углу зала рассыпано печенье. Значит, она его собрала в совок и выбросила, а утром пришел художник и сказал, это мой арт-объект, это, значит, называлось там течение жизни номер восемь. И подал в суд, и там что-то отсудил, да, ну, или какие-то вот эти прибедения, да. Но это вычурное, это не креативность, это просто, это подмена понятий. Вот, и в этом смысле вот это вот, конечно, ужасно печальная история, и вот это мы с вами должны абсолютно ясно понимать, да. Вот, и это с одной стороны, а с другой стороны, это вот эта вот примитивность невероятная. Ну, собственно, не шоколадки какие-то невероятные ручной работы, а печенье вот самой дурацкой фабрики, да. То есть, когда люди вот, им даже не хватает вот идей, да, для того, чтобы это было интересно. И даже вот в том перечислении вот этой картинки, которую мой приятель рисовал, честно говоря, я, по-моему, и то приукрасил ее действительность, потому что там не было никаких таких вот сложных переходов, там было что-то непросто, да, там кирпичи, банки, бутылки, бутылки, банки, опять кирпичи, этикетки. Ну, что-то такое вот совсем примитивное, да. И в этом смысле генерирование, да, вот именно оригинального продукта, это действительно очень важная такая вещь. И что еще очень печально, к сожалению, да, и что тоже является подменой и очевидным такой, очевидным недостатком непрофессиональным, это капсулированность так называемая. То есть капсулированность – это отсутствие, то есть это нестояние на земле, непонимание того, что от тебя ждут. Да, это изобретение велосипедов, просто говоря. Да, это вот то, что любят, обожают делать все дети. Я сам это в свое время делал, вот опять же, вот мой приятель, да, то ему казалось, что он изобретает что-то новое. Мне там в 20 лет казалось, что я изобрел новый вид искусства какой-то. Ну, были какие-то у меня свои идеи, потом почитал там чего-то и понял, что это все давно уже придумано. В этом смысле креативный человек, он должен быть в тренде, он должен читать, он должен понимать, он должен знать, что происходит вот в его среде, да, в его сфере. Как вы понимаете, это все вещи вполне, так сказать, возникающие, да, вполне это дело наживное, но просто надо понимать, к чему быть готовым, да, если вы хотите заниматься чем-то творческим и креативным. Без этого, как это не печально, да, оно хорошо-то не получится. Я, например, опять же могу привести себя, например, я в полу, даже не полу, какой-то там три четверти своей творческой жизни профессиональной, я думал, что не надо смотреть ни на кого, потому что я как бы креативный же человек, креативный, я сам все придумаю, и все будет круто. Но потом оказалось, что я гораздо лучше придумать, не в том смысле, что я там плохо придумал, я хорошо придумал, я это уже как бы готов вполне спокойно признать. Я хорошо придумывал, если придумывает, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Но благодаря знанию, да, вот того, что существует помимо тебя, придумывается еще лучше, вот что очень важно, да. Не в том смысле, что я там боюсь повторить это. Я раньше думал, что я не буду их смотреть, потому что это у меня как бы, да, вот собьет с моей чудесной творческой мысли. Это все ерунда оказалась, да, надо смотреть, потому что это тебя наполняет, это дает тебе большее представление. Так что, если соберетесь быть креативщиками, придется думать о том, чтобы все время быть, да, вот в курсе тех событий, которые существуют в вашей области. Ну вот, это вот, что я вам хотел рассказать. Теперь еще несколько картинок, которые я вам хотел показать. Здесь вот уже непосредственно моя вот эта вот презентация заканчивается. Да, сейчас я вам буду показывать немножко картиночек, да, которые вот я обещал, которыми я обещал вам проиллюстрировать свои тезисы. Вот сейчас посидите, расслабьтесь и попытайтесь просто пофантазировать, да. Первая картинка, которую я вам говорил, я вам покажу. Это закорючка, которую можно придумывать как можно больше всяких смыслов, да, больше, как можно больше всяких названий, да, чтобы это значило. Еще раз повторю, я совершенно не считаю, да, необходимым сейчас вот это все, что, так сказать, там, ну, производить какие-то опросы, да. Ну, просто вот подумайте, да, вот много ли идей, вот просто следите за собой, много ли идей возникает, и насколько легко они возникают, и как быстро они заканчиваются. Да, пока вот сейчас вы прямо вот смотрите на вот эту вот картиночку. Советую, придете домой, да, нарисуйте перед собой или что-нибудь подобное на бумаге, хотя вот в оригинальном тесте там прям совершенно 10 совершенно конкретных вот этих вот закорючек существует, но никто не говорит, что мы не можем с вами 50 миллионов других нарисовать, да. Рисуйте закорючку. Я вам честно скажу, со мной папа, когда я был маленький, играл в такие игры. У меня папа художник, индустратор, и он любил со мной таким образом развлекаться, знаете, за что им очень признательно, потому что это реально очень классно. И вот то, что сейчас мне это удается легко, да, и по многому это я обязан тому, что это вот было заложено тогда, да, каким-то образом вот это вот все очень здорово развивалось. Вторая картинка, которую... Успели штук 20 придумать значения для этой картинки? Нет. Ну, штук 15, где-то там 10, как-нибудь так пошло немножечко. Вот второй пример, да, который я вам приводил, это вот 30 пар вот этих вот параллельных линий. Такая тоже незатейливая история. Вот, смотрите, вот полосочки. Да, и вот, смотрите, да, вот две линии. Это что-то обозначает. Ну, например, конвертик. Ну, понятно, что если дорисовать, да, получится конвертик. Это дверка, да, это домик, это улица, это пешеходный переход, это кораблик, вид сверху и так далее, и так далее. То есть придумывайте, придумывайте, придумывайте. Вот это должно генерироваться просто, вы знаете, пачками из вас должно это вываливаться. Вот такого рода вещи. Вот этот вот тест, да, вот здесь вот 30, да, вот этих вот таких картинок. В принципе, считается, что минут за пять он должен быть заполнен весь. Ну, то есть если вам удастся его весь заполнить, то вы большой молодец. Если, там, ну, половину хотя бы удастся заполнить, то вы, ну, в общем, ничего так. То есть есть потенциал, да, есть порох в пороховницах, и можно куда-то двигаться, да. Вот еще раз повторю, что на основании вот подобного рода картинок можно создавать для себя совершенно любые развлечения, да. И поверьте, что если вот вы сейчас, допустим, да, вот вы для себя попробуете это сделать сейчас, или дома, или когда вам захочется, и попробуете повторять подобные роды упражнения, я клянусь вам, через месяц вы заметите, что у вас это будет получаться легче, быстрее, интереснее, сложнее, да, ну, в смысле графически, визуально сложнее, да, более изобретательно, более разными способами, да, и это будет получаться совершенно замечательно. Третья картинка, которую хочу вам предложить, да, подумать, это вот упражнение такое уже просто классическое, да. Это вот помните то, что я вам говорил про задачи, кружочком приделать какие-то рисунки. Та же самая идея, да, то есть вы, ну, первое, там, это смайлик, второе, колесико, третье, таблетка, четвертое, розетка, да, там, пятое, мороженое, шестое, солнышко, и вот так далее. То есть, да, вот эта вот минимальная какая-то дорисовка, вот это вот должно генерироваться просто, вот, ну, раз, песни, это того же самого типа задачи, да, которые тоже стоит решать и которые тоже развивают себя. Вы знаете, я вам скажу по секрету, если вот вам сейчас кажется, что они плохо генерируются, вот на курсе по дизайну рекламы я моим учащимся даю вот эту задачу, и там у меня всего шесть кружочков. И люди сидят по пять, по десять минут думают и могут придумать шесть штучек, да. Это потому что я сейчас вам уже объяснил, как бы, в чем смысл, да. А вот когда человек без подготовки, да, вот без накрутки такой национальной, когда говоришь, вот вам шесть кружочков, придумайте из них чего-нибудь. Это сложно, поверьте, да. Так вот, я вам могу сказать такую вещь, что это упражнение, которое давалось время своим студентам, и которое начинали действительно там с шести, с десяти этих картинчиков. И у меня есть студент, который сейчас уже три года прошло с тех пор, так вот, который мне каждый месяц присылает просто по пачке вот эти вот... Вот его просто зацепила эта тема, и он начинает, он генерирует это уже просто на протяжении многих лет. У меня такая коллекция вот этих картинчик, знаете, она бесконечная. То есть это я просто вам к тому, да, что беспокоиться, если у вас что-то здесь не получается, не надо. Это значит, что вы просто в начале этого пути. Это абсолютно тренируемая функция, я за это отвечаю просто, это гарантированно и точно совершенно. И вот последнее, что я хотел вам показать, на что у вас обратить внимание. Парочка, даже одну я могу показать, картиночку, чтобы было понятно, о чем идет речь. Картинки, над которыми любят поразмышлять, как я уже говорил, социальноисты и режиссеры. Задачи такие, такого типа они ставят. Вот картинка. Просто милая, хорошая картинка. Задача заключена в том, чтобы задать как можно больше вопросов и получить как можно больше ответов на эту картинку. Вопросы могут быть любые. Какой номер вон той машины, которая вот там едет? Видите, маленькая такая справа. Как зовут водителя этой машины? О чем думает эта женщина? На какой фабрике сделаны колеса этого велосипеда? Сколько там спиц? Сколько она проехала? Далеко ли она приедет? Кто красил эти столбики? В каком году эту дорогу закатывали в асфальт? Сколько лет березе третьей справа? Бесконечно можно спрашивать и бесконечно можно на это отвечать. Это тоже креативность, безусловно. Креативность, опять же, если вспомнить, что такое креативность? Это умение придумывать, умение генерировать. И в этом смысле подобного рода упражнения можно делать и придумать себе просто, бесконечно. Поверьте, это очень ценится. Вот на вступительных экзаменах в ГИК режиссерский, там даются ровно такого рода упражнения. Прямо такие. Как зовут эту девочку? Понятно, известная картина. О чем думает дядя? Как зовут эту ложечку, которая пасется вдалеке? Сколько ей лет? Для человека с нуля этот вопрос немножко вызывает, естественно, в тупик. Он так вот неподготовлен. Человек, который не просто креативный, а который готов, которому нравится, который готов погрузиться в эту креативность. Он начинает рассказывать целую историю. Или, вот там, видите, слева стоит женщина с ребенком. Расскажите историю о них. Откуда они пришли? Куда они сейчас пойдут? Как их зовут? Кто там папа? Про их семью скажи. А собачка что? Как ее зовут вообще? Что собачка тебе думает? Вообще, где это все происходит? То есть креативность – это умение моментально, легко, быстро и свободно генерировать такие идеи. И вот это, мне кажется, тоже очень хорошее, очень веселое средство. Не для проверки себя, а для развития себя. Вот на что я хотел бы обратить ваше внимание. Вот, друзья, вот такие вот, собственно, вещи я вам хотел рассказать. Я всегда на связи, всегда рад слышать, видеть. У меня и вебинарчики проходят регулярно, и на курсики приходить, естественно, на всякие разные фото, видео и дизайны рекламы, и что там еще я напридумывал, и скетчинги разные. Вот, всегда буду рад помочь, все рассказать и научить, чего сам умею. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok